Друзья, когда мы видим вот такие вот проблесковые маячки, мы понимаем, что кому-то идет помощь. А что если так, что тот, кто оказывает эту помощь, сам нуждается в правовой защите? Друзья, мы тоже в шоке от увиденного. Эти кадры нам прислали наши подписчики с тревогой положить конец рукоприкладству их прямых руководителей. Я вообще не понимаю, почему полицейских бьют на работе? Ну вот разве это нормально? Давайте разбираться. В ближайшие 4 минуты поговорим об этом. Итак, на ваших кадрах эксклюзивная съемка неправомерных действий. Мы пока не будем конкретно утверждать, но будем исходить из того, что видим. Происходящее фиксирует камера наружного наблюдения. Это здание столичного управления полиции района Алматы. Перед зданием госутверждения в гражданке находится человек, похожий на начальника управления полиции Калиев Дастан. Рядом с ним человек, похожий на личного водителя Калиева Дастана. А позади этих фигурантов находится нагло припаркованная белая Toyota Corolla. Точно такая же, как и служебная автомашина начальника Калиева Дастана. Что это, случайность? Не думаю. Прямо сейчас к нему подходит сотрудник полиции в форменном обмунировании. Судя по осанке и смирного положения, этот сотрудник полиции, по всей видимости, стоит перед своим непосредственным начальником. И прямо сейчас происходит конфликт. Очень ярко. Некто хочет вразумить, наверное, ему какую-то свою тему. Но сейчас не об этом. А о том, что мистер Бокс замахнулся и хотел ударить полицейского в живот, мы понимаем. Единственное, что удержало здесь мистера Бокса, так это общественное место и многолюдность. Будь они у себя в кабинете, то мистер Бокс наверняка бы довел свой удар до конца. Далее многогранные наезды продолжаются. И тут все-таки наш главный персонаж сдается и бьет по голове целого сотрудника полиции. Мы вообще не обсуждаем, почему это произошло, по какой причине. Мы лишь хотим сравнить чисто свой субъективный взгляд. Помните о Сью Тулешеву? Так вот, тогда за сбитую ею фуражку сотрудника полиции ее осудили и дали ей условный срок. Вот вам, друзья, и параллель. Сейчас наверняка, друзья, там когда они будут проводить проверку, они так все спишут на то, что это была какая-то шутка. Они там игрались, там гладили друг друга по голове. И, в общем, мистер Бокс как продолжал, так и будет продолжать отрабатывать свои удары на своих подчиненных. Наша задача, друзья, это довести до сведения руководства МПД, что вот такие руководители не должны вообще быть полицейскими. Это как минимум дискредитация, а максимум хулиганство, либо превышение. Сотрудник полиции находится при исполнении, в форменном обмунировании, в общественном месте, при людях. И тут его просто-напросто таким вот образом унижают и бьют по голове. Друзья, давайте предположим, а что если у этого сотрудника полиции через дорогу на остановке стояла бы и ждала его жена вместе с сыном? Сотрудник полиции всю свою сознательную жизнь правильно воспитывает своего ребенка, он его не бьет, а тут сын смотрит на происходящее и понимает, что его батю в форменном обмунировании просто калашматят по голове. Но вот куда мы сможем двинуться вот с таким уровнем нашего развития? Он что, раб? Друзья, вот напишите в комментариях под этим видео, кого еще бьют на работе. Я считаю, что такие вещи необходимо придавать огласки и делать все, чтобы такие вещи не повторялись. Иначе нам не построить и не достичь того уровня, который мы хотим видеть в цивилизованном мире. Поэтому, друзья, на этом все к этому часу. Я вас всех жду в комментариях под этим видео. Распространяйте видео в своих ватсап-группах, для того, чтобы мы все вместе с вами построили крепкое правовое государство. Мы не прощаемся.